Дорогие, всем привет! Меня зовут Тоня, я модный блогер и стилист, и я очень рада приветствовать вас на своем канале. Я наконец-то возвращаюсь в свой привычный график, поэтому никаких больше пропусков по пятницам. Сегодня с вами обсудим уходящие тренды, одежду, которую, может быть, уже не стоит приобретать в свой осенне-зимний гардероб. Вы знаете, я очень осторожно подхожу к теме антитрендов. Я вообще, в принципе, считаю, что никакой категоричности относительно модных тенденций быть не может. Мы знаем, мода циклична, и все обязательно так или иначе возвращается. Это первое. Во-вторых, каждый имеет право проявляться в этом мире так, как ему комфортно, как ему хочется, модно, не модно. Все это очень спорно. Если та или иная вещь реально вас украшает и классно на вас сидит, вы можете круто ее стилизовать, но о каких антитрендах тут может быть речь. Другое дело следить за аккуратностью, за чистотой своих вещей, за тем, как грамотно они стилизованы в образе, об их уместности. Все это действительно важно, и именно об этом я вам и рассказываю. Я предлагаю начать с одной из самых таких спорных тем, которая всегда вызывает массу недовольных комментариев. Я это видела и под роликами, под статьями других стилистов и блогеров. В общем, тракторная подошва. Что с ней не так, и почему она так часто попадает в эти неоднозначные списки антитрендов. Очень много защитников у такой модели обуви. Лоферы, туфли Мэри Джейн, кроссовки, ботинки и так далее. На супер массивной, такой большой тракторной именно подошве. Они действительно уже утратили свою актуальность, хотя пару сезонов назад это был ну просто топ трендов, если мы говорим об обувных тенденциях. На самом деле такая обувь действительно смотрелась стильно в образах. Она добавляла как раз недостающие изюминки, например, в те же консервативные офисные образы или любые повседневные. Это очень, согласитесь, удобная обувь, особенно в осенний сезон, которая защищает от слякоти, грязи. Но такая гипертрофированная, именно тракторная массивная подошва действительно уже как бы ну поднадоела. Всегда любой микротренд, который очень ярко загорается на модном виде стали, нужно понимать, что по истечению одного, ну максимум двух сезонов будет терять свою актуальность. Это нормально, поэтому я всегда предупреждаю об этом. Я всегда рекомендую выбирать что-то более деликатное, более сдержанное. Все-таки массивная подошва, массивной подошве рознь и можно подобрать себе действительно более долгоиграющую обувь, но тоже на достаточно большой платформе. Идем дальше, поговорим немного о верхней одежде. Я сейчас была в путешествии и как раз застала такую холодную уже погоду в нескольких городах и странах и везде видела одну и ту же картину. Очень много женщин продолжают носить вот эти тонкие стеганые куртки. Модели вот в эту мелкую горизонтальную стежку. По фигуре иногда это очень неудачная длина, а именно до колена, например. Еще не самых актуальных, не самых удачных оттенков. Девочки, вот тут даже я, человек, который не любит какие-то крайности, абсолютно категорично отношусь к этой модели куртки. Она портит, простит абсолютно любой образ. Какие бы классные брюки, джинсы, обувь вы не надели, вот этой курточкой вы можете испортить абсолютно все впечатление от вашего образа. Если это тонкая стеганая куртка, это должна быть либо свободная модель, либо модель с подчеркнутой линией талии. К примеру, какой-то объемный вариант с поясом. Можно носить такие куртки или даже жилеты в роли второго слоя, дополнительного слоя, чтобы утеплиться в вашем любимом свободном базовом пальто, тренче или даже в шубе, возможно. Все. Ну и с длиной тоже нужно уметь разбираться. Здесь все индивидуально, все зависит от ваших пропорций. Именно поэтому, кстати, я считаю, что курсы по стилю должна пройти абсолютно каждая женщина, даже просто для себя. Потому что вот эти фундаментальные знания в сочетании, в стилизации, это то, что действительно и выстраивает ваш стиль, то, что развивает вас, вашу насмотренность и навыки классно, красиво одеваться. Тренды, тенденции, это уже все чистая вкусовщина. Кстати, девочки, у меня для вас классная новость. Сегодня я снова открываю доступ в свою закрытую группу, свою знаменитую закрытую группу. Я оставлю ссылку на чат-бот под этим видео. В течение недели можно оформить подписку и становиться частью нашей небольшой, очень уютной, дружелюбной компании. Что в клубе? Во-первых, ежедневные советы и рекомендации по стилю. Во-вторых, ссылки на онлайн-магазины, как мировые, так и российские, с супер-классными находками, подборками. Я делаю готовые капсулы для вас. И самое главное и самое ценное в этой группе то, что мы встречаемся с вами каждые две недели, где я разбираю ваши образы, которые вы мне заранее присылаете. Мы общаемся. В общем, это и знакомство, и такое поддерживающее окружение. У нас девчонки общаются между собой, все друг другу помогают. В общем, у нас уже образовалась такая очень классная комьюнити женщин по всему миру. Я обожаю эту группу, у нас там не так много, и именно это делает ее вот такой уникальной. Ссылка в описании под видео. Идем дальше. Здесь хочу обсудить с вами тему джинсов, потому что на самом деле это один из самых частых запросов. Всегда очень много от вас вопросов, какие джинсы актуальны, что уже вышло из моды, и почему, и так далее. В общем, вы знаете мое отношение к джинсам. Я считаю, что модные джинсы это те джинсы, которые классно сидят именно на вашей фигуре. Тогда к ним никаких вопросов быть не может. Будь то мамс джинс, будь то скини джинс, прямые джинсы, джинсы клеш и так далее. Если мы говорим о модных тенденциях, то да, какие-то элементы, цвет, к примеру, как в прошлых сезонах, вот этот цвет ржавчины был очень популярен. Или какие-то дополнительные декоративные детали, разрезы, вырезы и так далее. Все это видоизменяется в зависимости от сезона и модных тенденций. Можно к этому присматриваться, можно продолжать носить однотонные качественные джинсы, которые просто вам подходят и вообще не парятся. Самое главное здесь подобрать свои джинсы на свою фигуру. К примеру, джинсы-бананы или джинсы-слоучи. В последнее время их очень часто также заносят в эти пресловутые списки антитрендов. Да, такая модель действительно уже не так популярна, как она была несколько лет назад. Особенно с таким четким, ярко выраженным силуэтом бананы на высокой талии. Это очень комфортная модель, многие ее любят, но опять же здесь все, конечно же, не так однозначно. Если девушка с красивой фигурой классно стилизует джинсы-бананы в своем образе, то есть надевает их с актуальным свободным свитшотом, с какими-то классными модными кроссовками, при этом джинсы на ней сидят просто бомбически. Как можно назвать тогда в этом случае эти джинсы не модными? Здесь все очень индивидуально, все зависит от того, как вы способны стилизовать тот или иной элемент одежды в вашем образе. Потертости, рванина, какие-то аппликации, вышивка и так далее. Особенно в холодном сезоне действительно все это теряет свою актуальность. И если это любимые джинсы, то можно отложить их, во всяком случае, до теплого сезона. Просто в осенне-зимнем гардеробе они смотрятся не так гармонично, не так классно, поэтому это нужно тоже учитывать. Джинсы скини сегодня снова становятся супер актуальными. Я, если помните, всегда поддерживала эту модель джинсов. Считаю, что джинсы скини из хорошего плотного денима без потертости, которые просто добавляют лишний объем без рванины, без разрезов и так далее. На средней и высокой посадке правильных оттенков серого, темно-серого, черного цветов это прекрасная, комплементарная вещь для вашего гардероба, очень универсальная и, конечно же, вне времена. И вот сейчас они вернулись, продолжаем их носить. Здесь осторожно подходим к выбору обуви. Если вы подбираете максимально схожую по оттенку обувь, вы получите гарантированно длинные стройные ноги. Ну и играем с объемами, создаем такой контраст объемов. Если это облегающие джинсы скини, то надевайте какой-то свободный верх, тот же свитшот, свитер, можно где-то подзаправить, чтобы обозначить линию талии или длину ног. И все будет смотреться очень классно и уместно. Кстати, говоря об осеннем гардеробе, я снова хочу вернуться к теме ароматов, потому что к новому сезону, холодному сезону можно также менять свои предпочтения как раз в парфюмерии. Запахи, ароматы это то, что подчеркивает нашу индивидуальность, добавляет как раз изюминку нашему образу. Я хочу снова вам порекомендовать Aroma Box, это наборы с пробниками, нишевых парфюмов. Это очень удобно для того, чтобы опробовать для начала новые ароматы на себе и затем уже определиться с выбором. Именно таким образом я подбираю себе новый парфюм Aroma Box. Можно найти в онлайн-магазине Rendezvous, там вообще огромный выбор и косметики, и парфюмерии, включая редкие эксклюзивные ароматы. Кстати, цены там часто ниже, чем в офлайн-магазинах. Я уже рассказывала, что особенно люблю этот магазин за подробные фильтры, особенно если мы говорим о парфюме. Можно выбрать ароматы по настроению, по времени года и даже астрологии. Сейчас на сайте проходит очередная большая распродажа, скидки на товары доходят до 50%. Более того, у нас с вами по-прежнему действует мой промокод 10дженсен, который суммируется со всеми скидками. Поэтому, девочки, если сейчас ищете себе аромат на новый холодный сезон, обязательно проверяйте там. Тем более, что Rendezvous одни из первых добавляют на свой сайт новинки парфюмерии. Все ссылки и промокод в описании к видео. Идем дальше. Укороченные верха. Кроп-жакеты, кроп-рубашки, кроп-свитшоты и так далее. Ну, во-первых, не самый комфортный для холодного сезона элемент. Такая тенденция тоже потихонечку теряет свою актуальность. И особенно это касается укороченных жакетов. Лучше все-таки, если хочется подчеркнуть талию, выбирать сегодня приталенные пиджаки и жакеты. В принципе, то же самое касается и рубашек. Такой вот тоже яркий, заметный тренд, который выстрелил. Мы его относили. Огромное количество девушек использовали этот элемент в своих образах. Но сейчас это действительно приелось, уже не так впечатляет эта длина у базовых классических вещей. И можно потихонечку снова возвращаться к более базовым, таким нейтральным, спокойным вариантам. Чем хороши были такие вещи? Это, конечно, созданием красивого, очень комплементарного силуэта с тонкой, подчеркнутой талией. В холодном сезоне мы это делаем при помощи объемных, свободных верхов, которые мы заправляем в нижний слой. Или хотя бы часть можно заправить, уже это тоже комплементарно повлияет на весь образ. Дальше. В любой осенний сезон у нас, конечно, на первый план выходит такой материал, как кожа. Кстати, этой осенью все-таки замша подвинула немножечко кожаные элементы. Но, тем не менее, кожа всегда актуальна в холодном сезоне. Это и брюки, и биджаки, и платье, и так далее. Так вот, очень многие продолжают ошибочно полагать, что кожаные леггинсы, а точнее леггинсы из материала, похожего визуально на кожу, тоже относятся вот к такой тенденции. Про леггинсы уже рассказывала, но дело в том, что готова повторять этот пункт в каждом сезоне, потому что продолжаю наблюдать на улицах городов такие образы. Девочки, леггинсы из вот подобных материалов под кожу совершенно точно не актуальны. Модель, они не смотрятся стильно, они не смотрятся комплементарно для нашей фигуры. Более того, они волшебным образом дешевят любое сочетание. Поэтому, если нравится такое полное облегание, что сегодня, в принципе, актуально, выбираем плотные леггинсы или джинсы скини, тоже в таких темных оттенках. Ну и вообще, любой облегающий, но плотный материал, он еще и подсобирает все лишнее и действительно создает такой классный эффект худящий. А, ну и логично, если все-таки есть такая тяга к кожаным изделиям, кожаным брюкам, то выбираем кожаные брюки. Это могут быть те же брюки скини, но из плотной кожи. Ну и если мы говорим про кожу, очень популярные когда-то кожаные шорты, которые, в принципе, прекрасно могут быть стилизованы в образах холодного сезона с защипами на такой высокой талии. Тоже не самая актуальная модель, лучше выбирать более лаконичные варианты без лишних деталей в виде вот этих защипов и высокого пояса. Джинсы, брюки с завязками, с тесемочками снизу. Это, конечно, тоже элемент, который уже изжил себя, тем более в холодном сезоне, в сочетании с уже закрытой обувью. Но это точно не самый лучший вариант, который никаким образом не украсит и не сделает ваш образ супер стильным. Здесь еще один спорный элемент – это брюки карго. В принципе, против этого фасона брюк я ничего против не имею. Но несколько сезонов назад они прям выстрелили, и практически каждая третья модная девушка их себе приобрела. А на самом деле нельзя сказать, что они стали чем-то супер неактуальным. Тем более вещи декорированы такими крупными карманами. В той же стилистике по-прежнему можно наблюдать на подиумах. Это юбки, рубашки и брюки, джинсы и так далее. Но нужно понимать, во-первых, что карманы, большое количество карманов на брюках или джинсах – это всегда дополнительный объем. Это первое. Во-вторых, сейчас, когда популярность таких брюк уже сходит потихонечку на нет, и сложно ими кого-то впечатлить, удивить, лучше сочетать их в определенных образах со схожими по стилистике элементами, для того, чтобы образ смотрелся органично и подходил вашему образу жизни, и, в принципе, как-то удачно, гармонично, опять же, дополнял ваш стиль. Я бы уже не стала сейчас их рассматривать как такую классную инвестицию в ваш гардероб. Поясная сумка, сумка-бананка на талии – тоже один из самых частых вопросов, которые вы задаете. Я понимаю, что это удобно. Я понимаю, что несколько лет назад это тоже была одна из самых популярных моделей сумок. Но сегодня, опять же, этот элемент больше относится именно к совсем такому кэжульному, даже, я бы сказала, спортивному стилю. И сочетать эту сумку с повседневными, где-то даже элегантными, классическими образами уже точно не стоит. Это не тренд сегодня, это не какая-то модная фишка, это часть спортивного стиля. То же самое относится к стилизации таких сумок через плечо по диагонали. Если все-таки без таких сумок поясных вы уже не представляете свое существование, например, где-то путешествовать, может быть, тогда стоит присмотреться именно к лаконичным моделям, например, из кожи. Брюки с имитацией выглядывающего нижнего белья. Тоже тренд, который отыграл свое, очень ярко отыграл. Но на этом, пожалуй, и все. Снова возвращаемся к привычным, лаконичным, элегантным моделям. Свободные костюмные брюки, брюки прямого кроя. Сегодня актуальны более узкие модели, модели сигареты и так далее. Более-таки женственные варианты. Такие модели брюк – это микротренд, который сегодня уже точно не смотрится актуально. Абсолютно очевидно, что вы приобрели их вот несколько сезонов назад, когда это было мега популярно, и просто продолжаете их носить. Ну, такое. Точно так же, как и с брюками металлик, здесь произошло, ну, полное перенасыщение. Эти элементы выпустили практически все бренды. Мелькали они абсолютно повсюду. И, конечно, совершенно ожидаемо и логично, что в один момент это все надоедает. Повторюсь, в моих видео про тренды я всегда об этом предупреждаю. Что является микротрендом, а что задержится с нами на подольше. Так вот, с тем же металликом я говорила, лучше выбирайте джинсы с металлическим напылением. Они продержатся в топе гораздо дольше, чем брюки полностью выполнены из блестящего материала. Более того, это более универсальная модель, я сейчас говорю про джинсы, более практичная, потому что легче сочетается с другими элементами. И вот, кстати, джинсы с таким легким напылением, в принципе, можно сегодня продолжать стилизовать и создавать классные образы. Еще один момент, который хочется обсудить с вами, это стилистические коры. В последнее время вы, наверное, заметили, они стали особенно популярны, появляться просто как грибы после дождя. Стоит завируситься к какому-то сериалу или музыкальному альбому, выходу на красной дорожке, заявлению и так далее, появляются вот такие микрокоры. Этим летом это был Cowgirlcore, я про него рассказывала, вот эти знаменитые ковбойские шляпы. Барби-кор мы все прекрасно помним. Ну, конечно, теннис-кор тоже супер популярный стиль последних сезонов. Дело в том, что, повторяя образ профессиональной теннисистки, нужно учитывать, насколько этот стиль органично вписывается в вашу жизнь, в ваш стиль, вообще, в принципе, в ваш образ. Потому что, если вы со спортом на вы, никаким образом вы не пересекаетесь вообще с таким образом жизни, и вдруг в вашем гардеробе появляется утрированный образ в стиле теннис-кор, но это тоже смотрится достаточно странно. Сейчас теннисные юбки, полоски, как у меня на голове, свитшоты, кроссовки с гольфами, носками появились практически, ну, у каждой второй в гардеробе, но не всем, далеко не всем эта эстетика подходит. Составляя свои образы и вообще организуя свой гардероб, важно помнить об уместности, о том, как те или иные, даже самые модные элементы сидят именно на вашей фигуре, как грамотно вы можете тот или иной тренд внедрить в свои наряды, и как эта одежда перекликается именно с вашей личностью. На этом у меня все, увидимся с вами совсем скоро, обязательно подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать остальные видео, оставляйте свои комментарии, я всегда все читаю, прошу от вас ваших лайков, сейчас это важно, для того, чтобы мои видео не терялись. Благодарю вас всех за просмотр, обнимаю и увидимся в следующем видео, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok